Друзья, всем привет! Вы на канале GGM. Меня зовут Влад. Мы продолжаем с вами играть в SnowRunner. Это восьмой сезон. В вчерашнем видео мы начали поручение, которое называется «Чистая энергия», если я не ошибаюсь. И на место постройки огромного ветряка отвезли цемент, бревна и песок. Сегодня у нас вишенка на торте этого задания. Посмотрите, какую огромную лопасть я везу. Это самый длинный прицеп штатный, который существует в этой игре. Наверное, как и многие игроки, я не очень долюбливаю данную сцепку, потому что, во-первых, она требует очень ровной поверхности, иначе вы садитесь на брюхо. И, во-вторых, нужны большие заходы и большие такие радиусы для поворотов, иначе вы просто банально не повернете. Я вот смотрю на эти плитки, которые лежат одна на другой, и у меня ощущение, что это привет от разработчиков. Потому что, ну, знаете так, понимая, какой груз мы повезем из той локации, они сделали такой небольшой трамплин. И если вы не знаете об этом, то да, точно. Вы заезжаете колесами на них, вся ваша сцепка начинает опрокидываться, и вы бежите за краном. Ха-ха-ха. Мы вас разгадали, я сейчас буду облизывать вот эти столбы и металлические конструкции, чтобы вернуть. Единственное, камера постоянно переключается, когда я упираюсь в эту балку металлическую, и она переключается на режим коптера. Проехали. Давайте буду переезжать железку, сперва посмотрим, как это делает, если камера у нас успокоится. Тягач, он называется Голиаф, но я называю его Мегалодон, потому что где-то он похож на рыбу. Особенно с таким прицепом. Давайте посмотрим, как пройдет прицепчик. Что-то очень-очень фриз какой-то появился у меня, но это уже PlayStation. Видимо, очень жесткая подвеска, либо лопасть очень легкая. Как-то не чувствуется тяжесть автопоезда. Выезжаем с вами из ворот. Давайте я, наверное, вот здесь немножечко приторможу и покажу вам, куда нужно будет его доставлять. Если вы смотрели вчерашний ролик, уже знаете, где это будет. Еще один небольшой фриз. PS4 большой привет. Итак, мы едем вместо стройки. Находится она всего лишь навсего в другой части карты. Я поеду по асфальтированной дороге, потому что меньше шансов сесть на брюхо, а постоянно его выдергивать это вообще ни о чем. Но я думаю, что, скорее всего, разработчики так и предполагали. Плавненько начинаю выдвигаться. И изначально я приехал к этому заданию, как и планировал на Урале. Но, к сожалению, Урал оказался очень низким. Прицепу не хватало банальной геометрии. И вот своими стойками он то и дело начал упираться в различные препятствия. Мне пришлось бежать за другим грузовиком. Я, по-моему, взял не тот радиус. Сейчас задену знак. Уи! Улетел как замечательно. Знаки, кстати, в этой игре бывают очень коварными. Потому что у меня была ситуация. Сейчас сверху справа появится сноска на видео. Буквально на несколько минут ролик о том, что бывает, если вдруг вы заехали на знак и не заметили этого. Если вы так же, как я, играете в SnowRunner и у вас была такая же ситуация, ставьте лайк сразу. Буду потихонечку выбирать побольше радиуса. Буду стараться поворачивать. Так вот, немножко еще пара слов про этот тягач. Это мод. Я обязательно оставлю ссылку в описании, если вы захотите на нем поиграть. Машинка неплохая. Она тащит фактически везде, куда вы его затаскиваете. И не так давно я как-то пересматривал по какому-то каналу шел фильм Ангелы Чарли, если не ошибаюсь, только вперед. Там, где еще классика Кэмерон Диас, Дрю Берримор. Так вот, во второй части есть начало, когда они сбегают из места злодеев. Там, кстати, переезд. Если можно хорошечно разогнаться, можно неплохо подпрыгнуть. Уже проверено. У-у-у-у-у. Эх ты. Да, лопасть, скорее всего, просто ничего не весит. Так вот, в самом начале фильма. Там есть момент, когда девичья троица уезжает на грузовике. И пересматривая этот фильм, я понял, а грузовик-то вот этот. Очень похож. Если интересно, обязательно есть возможность у вас посмотреть этот момент. Обязательно хотя бы на ютубе гляньте. Потому что я такой, о, глиав Глиав это название этого тягача в игре Но я вот называю его мегалодон Потому что он такой прям сбоку напоминает акулу Ай-яй-яй, заговорился с вами и врезался немножко в ограждение Еще один коварный поворот, по-моему на 90 градусов Здесь надо радиус брать побольше И еще бы не завалиться Я сейчас буду прям, наверное, упрусь в столб Аккуратненько Ну, не аккуратненько упрусь в столб А упрусь в столб, запятая Аккуратненько говорю себе, чтобы повернуть Ай-яй-яй Давай, 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 повернем С небольшим запасом, но, по-моему, мы уже сейчас заедем Мне кажется, вот для такого прицепа было бы хорошо Если часть колес у него так же поворачивались в противоположную сторону Для лучшей маневренности Ай, столб Те, кто смотрел мои ролики, знают Когда я очень жидко волнуюсь, я случайно нажимаю на геймпад Управление рулем Происходит сигнал Еще одна новость У меня не было порядка трех недель Если вы не читали описание к позапрошенному ролику С названием МАЗа Царь горы У меня вообще не везуха какая-то идет Два месяца назад у меня умер Xbox Я пересел на свою PlayStation 4 Series S И три недели назад у меня умер ноутбук Было весело Причем я начал это поручение еще до того, как ноутбук работал И как раз бревна, песок и цемент я делал на рабочем ноутбуке Все уже смонтировал Замечательно Думаю, надо посмотреть И ноутбук умер Вот три недели я ждал запчасть Поэтому, сори, ролики не выходили Так как я все снимаю через плату захвата Но пришлось ждать Разогнали Мы наш мегалодон Аккуратненько И самое главное Мне кажется Повернем Отличненько Две остановочки Такая прям это Знаете Я бы сказал, что это отчасти напоминает какую-нибудь Беларусь В частности Очень много там Сельскохозяйственных угодий И я в какой-то момент Был в Минске Если меня смотрят сейчас оттуда Очень понравился город Такой просторный Зеленый И очень-очень чистый Так что Минску лайк У меня вот вопрос Пока я сейчас везу эту лопасть Так как У Витриката их три Не потребуется ли мне Найти еще две Но одну я знаю где Потому что в прошлом задании Так вот здесь вот лужа идет лучше Ай-яй-яй-яй-яй Меня подзаносят Это очень тяжелый прицеп По сравнению с грузовиком Если в нее заехать Может быть глубоко Или неприятненько На Проблему с переворотом Так вот В прошлом ролике Мы нашли Еще одну лопасть И я подумал что Ее нужно будет туда отвезти Но нет Та лопасть у нас Была Из другого задания Это мы везем по одной локации А ту нужно везти На другую карту Там есть еще Одно поручение Которое мы также с вами будем Выполнять Чуть позже Плавненько двигаюсь Не буду заезжать На Заправку У Голиафа Нормально все с топливом Главное Вот здесь вот повернуть Кстати Потребляет Модовая тачка Здесь можно это понять Не так много Здесь топлива Поэтому Все окей Мне кажется Я немножко сейчас Не впишусь Ну-ка Ай-яй-яй-яй-яй Тормоз Давайте сдам назад И попробую Чуть-чуть побольше Взять Радиус Так аккуратненько Сейчас будем облизывать Местное ограждение Все равно Слушайте Наверное Надо было С заездом Чуть-чуть После заправки На обочину Аккуратно Аккуратно Не забудьте Подписаться Кстати на канал Если вы этого Еще не сделали И вперед Еще одна Для меня По крайней мере Приятная новость Перед тем Как Я Пошел Чинить свой ноутбук У меня вышел ролик И Я обратил внимание Что мой ролик Попал в тренды Ну не в тренды вернее А в рекомендации На сегодняшний момент Собрал Безумное количество Просмотров Больше Двадцати тысяч При моих обычно Там Сто Триста Там Две тысячи Это прям Рекордсмен Еще раз Облизываю Отбойничек Чтобы Вернуть Столбики Грамотно стоят Здесь Лэп Уже впереди Виднеются Действующие Ветряки И самый крайний Из них Как раз Наш Мы сейчас Проезжаем Две вот эти остановки Поворачиваем налево И Сразу За этим поворотом У нас будет съезд Уже С официальной Такой Ну не официальной Наверное А правильно сказать С цивилизованной дороги На бездорожье И мы как раз Вот видите Там один был Без Лопастей Мы как раз Сейчас будем Поворачивать К нему Аккуратненько Осторожненько Вот кстати Пока Я проходил Игру По Прошлым Локациям Чтобы набрать Опыт Всего 30 уровней В основном Они необходимы Для того Чтобы Вам открывались Грузовики Запчасти И Пока я Все проходил Мне в комментарии Писали Некоторые Из Моих Коллег По цеху И вот Один Из Подписчиков Не так давно Приобрел игру И советовал Со мной По установке Модов И вот Мы как раз Остановились на том Что у него Не получилось Активировать Опцию Она просто Была Недоступна И вот Интересно Получилось Либо Это Или Нет Чуть Чуть Нам Еще Проехать Не завалиться Вот здесь Гляв Спокойно Вытаскивай Главное Не сесть на брюхо Остальное Все Пустяки Спокойненько Давайте Побольше Радиус Захвачу Мне вот Сейчас будет Мне просто Интересно Нужно ли Будет Вести Еще Две Лопасти Или Как бы Ты одну Привез И И все И она Такая Клонировала Сама себя Ну давайте Смотреть Завезем Прицеп В зону Которая У нас Отмечена Так Почти 20 тысяч Нам дали Но Учтите Что у меня Было 4 рейса Это Один из Последних Если Прислушаться У нас Появился Уже Знакомый Звук Работающего Ветряка Давайте Я отъеду Скорее всего Он уже Работает Как и Те Вот Два Друзья Ну а С вами Мы Будем Прощаться Так Аккуратненько Здесь Пеньки Спасибо Что досмотрели Этот ролик До конца Поставьте Обязательно Лайк Не забудь Подписаться И Видео У меня Выходит Достаточно Часто Так что Не пропускайте Ну а С вами Будем Прощаться Да Он Заработал Всем Удачи Всем Пока